Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Неделя до. История о двух отцах, чьи дети решили пожениться. За неделю до события будущие родственники объединяют усилия, чтобы сделать финальное приготовление. Американский рок 1999 года. На вечеринке четверо старшеклассников Джим, Кевин, Финч и Оз выясняют, что никто из них еще не имел сексуального опыта с девушками. Приятели считают, что с коллективной девственностью надо обязательно расстаться до того, как они переступят порог колледжа. На носу школьный выпускной бал, и у друзей стало совсем мало времени на то, чтобы выполнить задуманное. Суперперцы. Сквозь огонь и водку трое приятелей спешат на вечеринку года в честь прощания с девственностью. Как взять на абортаж красотку-одноклассницу, подрывать полицейскую машину и остаться в живых? Ты водишь. Каждый год в течение месяца пятер друзей участвуют в беспощадно навороченной версии игры кошки-мышки. Они играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, одолеть противника с победоносным криком «Ты водишь». В этом году кошки-мышки приходится на свадьбу единственного непобежденного игрока, что должно сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они придут, и он готов. Нежность. Далеко на севере Швеции затерялся маленький шахтерский городок. Здесь холодно, сумрачно, а у местной молодежи выбор невелик. Или уезжать из города, или идти работать в шахту. Фильм рассказывает о жизни нескольких подростков из этого городка. Весь этот мир. Что если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха, и ни один лучик солнца не согреет твоего лица. А соседский мальчишка никогда не поцелует тебя. Невероятная история любви Мэдди. Умной, любознательной 18-летней девушки с богатым воображением. Которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома. И Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Косм между нами. Межгалактическая история любви земной девушки и Гаднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете. И теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной. Хорошо быть тихоней 2012 года. История о Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире. Вкус ночи 2010 года. Лина, трудный подросток, она не находит общего языка с родителями и сверстниками, промышляет мелким воровством. Однажды, проправшись на закрытую вечеринку, она знакомится с богатой и эффектной Луизой, вампиром, главенствующим в трио себе подобных существ, куда также входят бесшабашная Нора и томная Шарлотта. Луиза решает приобщить закомплексованную и зажатую девушку к своей банде. Теперь Лине суждено познать блеск и проклятие вечной жизни неупокоенных. Перед ней открываются все двери в мир гламура и беспредельной свободы. И с каждой ночью ее новые подруги становятся все ненасытнее, а число жертв вурдалаков безудержно растет. Но когда за расследование их преступлений берется давний знакомый Лины, молодой полицейский Том Сернер, приходит пора платить по счетам. Резня 2011 года. Ссоры детей обычно заканчиваются оплюхами или шумными драками. У взрослых все гораздо хуже. Их конфликты могут перерасти в настоящую войну. Задиры и задаваки Захария и Итан даже не подозревали, что натворила их школьная вражда. Сами того не желая, они разбудили древнего бога Резни, который заставил расплачиваться за проделки мальчишек и их родителей. Пишите комментарии, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!